Первая игра этого мини-цикла животных от конструктора была посвящена самой главной детальке от конструктора любого живого существа, атлету. Мы немножко разобрались с тем, какие характеристики имеет эта деталь. Очень коротко напоминаю, любая живая атлетка для того, чтобы жить, а тем более расти, должна иметь механизм питания, получения необходимых веществ, должна иметь механизм дыхания, креточное дыхание от системы процесса, который даст энергию клетку. Ну а при таком сжигании топлива на три клетки, они отмечают отходы. Третий совершенно необходимый механизм выделения, выбрасывания тех отходов, которые произошли на три клетки. Хорошо. Ну а вот теперь из таких деталей попробуем строить крупные тела. Ну я думаю, все выяснили, что бывают живые существа одноклеточные и многоклеточные. И вот здесь есть одна засада. Допустим, нам известно про некоторое существо, что оно состоит из тысячи клеток. Можно ли сказать, что оно многоклеточное? Хорошо. Сейчас отвечают, потому что это может быть просто колония. Именно так. На самом деле, корректнее, грамотнее было бы назвать не многоклеточное животное, а многотканинное. Потому что когда собирается большая компания клеток, очень большая компания клеток, но все эти клетки одинаково устроены. Так? Это не будет названо многоклеточным. Такая организация называется колония. Колония – самый древний и самый простой вариант конструктора. Дело в том, что колония умеет образовывать уже бактерии. Причем колонии могут быть необязательно простой. Они могут быть очень сложно устроены. Но как и большинство бактериальных колоний. Но у колонии одного вида, если от немного разных живых существ в разных видах объединились, а то есть от всех клеток одного вида, есть одна принципиальная неприятность. Ну, представим себе, что колония имеет полный шарик. Так? А всем членам колонии, вот это разрезающий шарик, да? А всем членам колонии питательные вещества нужны? Нужны. И кислород нужен. И надо куда-то девать продукты от кухни. Ну-ка попробуем этот шарик заполнить клетками. Вот так. Скажите, пожалуйста, а как центральные клетки будут получать питательные вещества? Нет, пока шарик маленький, способ есть. Так? Внешние клетки могут получать питательные вещества? Могут. А между клетками есть межклеточные контакты. То есть клетки умеют делиться. И внешние клетки могут передавать внутреннюю органику. Точно так же. Могут поступать с кислородом. Точно так же. Продукты обмена можно выводить. Но если мы этот шарик делаем очень большим, и у нас не три слоя клеток, а 33 слоя клеток, а межклеточных контактов не хватит. Пока вещества идут по этим путям, они просто израсходуются. И центральная часть колонии просто начнет гибнуть от голода и самоотропления. Так что вещества уже большая, известны очень большие колонии. Они всегда будут плоскими. Плоский такой вот слой размазанный из ограниченного количества слоев клеток. Очень многоэтажный, не может быть такой организм. Какой выход нашла жизнь? А жизнь всегда находит выход. Далее следующее. А мы берем все клетки, делим на несколько разных команд. Такие разные команды клеток будут называться тканиками. И тела всех настоящих многотлеточных животных состоят из, на самом деле, много разных тканей, но четыре самых главных типа, о которых совершенно необходимо сказать.